Друзья, здравствуйте. Добро пожаловать в Escape from Tarkov и Тернистый путь со дна. Это день девятый с прокачкой аккаунта с нуля. Сегодня я запускаюсь в час пик, когда максимум игроков в игре, потому что все думают, что я на каких-то отдельных серверах играю, где нет никаких ЧВК. Нет, просто я играю поздней ночью, и сегодня выдался вариант поиграть в час пик. Погнали. Здравствуй, убежище. Так, тир у меня уже готов. Вот сколько мусора сразу превратилось. Целое стрельбище. В медблоке у меня ифак сварился. Можно еще, кстати, сразу же варку заказать. Так, чисто, чтобы медицина под рукой всегда была. Докупаю набор медикаментов. Докупаю пару армейских бинтов. Вам 50 минут и 2 ифака. Буду ставить вентиляцию следующего уровня. Мне нужно будет 4 аккумулятора зарядить. Они подешевели почти в 2 раза. Провода есть, 4 электродвигателя. И одна плата. Ждем 10 часов. В санузле можно потихоньку начинать крафтить магазины на 60 патронов для автомата Калашникова. Мне по квесту потребуется целых 3 магазина. Закупился, все без галочки. Отлично. 1.22. Окей. И тушенку тоже зарядим. Пару банок. Тоже скоро откроется этот квест. Плюс конденсаторы можно зарядить. Мне надо будет тоже много конденсаторов. Тут только отвертку нужно. Блок питания у меня имеется. 8 штук. Поехали. Нормальная цена. 2 часа ждать придется. Похвастаться немножко тиром. Хочется как он работает. Если кто еще себе не установил тир. Бардак, правда, по сторонам. Но ничего страшного. Скоро это все приберется. Подошел. Все, можно достать оружие, которое у вас в слотах. Патроны при этом не тратятся. Покупать не надо их. Так работает тир. Что там у нас по квестам? Времянка на таможне. Тут без изменений. Бомж с полихимой и бункер. Терапевт. Тоже таможня. Тут ЧВК. Ага, папка в вагоне. Юсеки. Миротворца. Нет квестов еще. Механик. Садоводство. Сигнал. Все то же самое. Тут без изменений. Ну и у егеря сегодня займусь квестом. В первую очередь. Это сделать реппадание в ноги. Бла-бла-бла. Тарковский стрелок. Часть вторая. Три раза по ногам. Два раза в голову. Пойду я на таможню. Уже оделся. Оболся. Все готово. Практически. Единственное, меня немножко смущает. То, что сейчас час пика на таможне делать снайперский квест. Но не знаю. Посмотрим. Все зависит от спавна. Попробуем его сделать. Папки вынести какие-то. Но если не фортанет, то ничего страшного. Там нет условия делать это на таможне. Пойдем на локацию более адекватную для снайперской игры. В общем, на таможне будем надеяться на удачный спавн. Где-нибудь в районе скал. По коням. Ох, ядрё на вошь. Хорошо пистолет взял как дополнительный отчет. Вы знаете, может сейчас топорист какой прискакать. Помудрится мне. Вы лапы. Хреновенький спавн, если честно. На заводской территории тут тереться. Но зато... Ого, шланг болты. Но зато здесь совсем рядом находится вагон, в котором папка для лыжника. Нет худа, как говорится, без добра. А если сейчас ещё есть снайпер на крыше здесь? Нет, нету его, да? Снайпер на крыше отсутствует. Всё, пошла возня на локации. Поглядим, что там с папкой. Пока тихо у нас на районе. Папка здесь за ящиком. Прям пиксель-пиксель надо ловить. Но едва её достаёт. Во, всё, готово. Реагент. Часть первая. Как поступить тогда? Наверное, лучше всё-таки в сторону скал мне чухну. Сейчас газель посмотрим, что там. Газель, багажник тут поглядим. И пойду на скалы. Оттуда хороший обзор открывается. Плата. Ничего. Понятно. Опа. Тихо, тихо, подожди. Есть бот. Да. Вы чё, капец, сразу... Ляха-муха. Нет, план Б. Блин. Сейчас, гад, подожди. Где ты там? Вон. О, давай по ногам. Накидаем, попробуем. По-моему, промазал. Да, ну, фигня. Ну, просто ты, подожди, тормози. Ты чё? Всё, я отвоевался. Отвоевался, пацаны. Переломали меня всё. Ищи патроны. Что же ты там? Как чувствует... О�,thereо. Где ты? Ну, а где ли ты? Ёх, да. Оон. Кюня, ты! Красава. Мать град. Рая. Да. Да. into priorities. Есть. Что же денег? Одесса, apa? Пойтись. Подсоу. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и жопа. Я и так, в принципе, слишком долго жил. Я вот должен был сдохнуть ещё в вагоне. СП-545. А, ну понятно, слабый патрон, поэтому он мне шлем не пробил. Нож и болты, весь мой трофей. Я думал, что, понадеялся на удачный спам на таможне. Получай по щам. Всё уперлось просто в то, что у меня не хватило ни медицины, ни хирургического набора. Фигня всё. Берём ВПО, горностай. Всё это бюджетно. Не таких уж и больших денег всё это дело стоит. Берём магазины. По креплению фильтр по связи. Берём крепление для оптики. По нему же фильтр по связи. Саму оптику. И всё на пушку. Плюс надо ещё глушитель. Всё. Готово. Куколки-тряпочки. Бронеразгрузку забираю. Берём патроны. Приятно удивил патрон. Патроны я в подсумок класть не буду. Я лучше возьму адекватный бейсбол, который дольше действует. Вот, вазелинчик у меня есть, топовая штука. Если что-то вдруг мне сломают и в чёрного выбьют, наверное, шина тоже мне не нужна. Медицину возьмём. Всё хорошо. Что ещё осталось? Наушники и шлем остался ещё. Блин, этот подороже. 34 тысяч. Зато у него и уши защищаются ещё. Тоже третьего класса, но здесь защиты ушей нет. Чтоб в ухо мне не дали, наверное, подороже возьмём. А гранату ещё возьмём. Ой, один раз только попал в ноги. Понятно. Два раза в ноги, два раза в голову. Заряжаюсь на берег. Там гораздо больше шансов выполнить у меня квест. Страхуем. И поскакали. Нормальный такой спавн. Нормальный. То, что надо. Мы сейчас вдоль береговой линии как раз и выполним этот квест. Либо на полуострове рыбацком. Либо в коттеджах. Либо на заправке. Либо на ГЭС. Половина хреново, конечно, патронов мало, но зато на ближнюю дистанцию будет чё. Поморим тайничок. Тайничок, чё скажешь? Чё-то есть. Четвёртый класс, да? Четвёртый. Блин, а я не страховал голову. Ну ладно. Четвёртый класс лучше, чем третий. Короче, первостепенная цель... О, пошла возня. А первостепенная цель рейда — это боты. Причём не просто боты, а двоих в голову и два раза по ногам. На коттеджах пока тишина. А почему? Они прям по дороге здесь у забора обычно ходят, дикие. Но этот план не сработал. Этот вариант отпадает. Давай полуостров рыбацкий смотреть. Сейчас какой-нибудь найдём. Куст. С позиции хороших. О, вон вижу кустик. Приятненький такой, приятненький. На первый взгляд, нет никого там. А, попялимся. А, господа нехорошие, что там у вас? Тут тишина. Досадно. Второй вариант тоже отпадает. Ладушки. На заправке... Как пить дать должны быть боты? Не верю, что там тоже нет. Надо прям в начале рейда выполнить этот квест, чтобы не париться. Есть у меня на берегу, кстати, ещё один квест. Сигнал, часть первая. Но для этого надо будет пойти в Норвенский... Ой, Норвенский, говорю. В Лазурный. Кто там не появился? В общем, если сейчас Старковский Стрелок сделаю на ранних таймингах, то попробую сделать ещё и Сигнал, часть первой. Схожу в Лазурный. Схожу на метеостанцию. Там тоже. Там, короче, антенны. Просто надо подойти, посмотреть на них, и всё. Неужели и тут нет никого? О! Клиент. Да хватит вертеться. Есть. По-моему, я в кабину попал. Так, посмотрим. А, во. Есть кабина. Всё, две ноги и голова остались. Даже для этого мне хватит одного дикого. Главное, чтобы он по открытой шёл. Ну, давай, где твой приятель? Как пить, да, здесь где-то лазит. Вы же по одному-то и не спаунитесь почти. О! Есть товарищ. Ну-ка, давай. Выходи на пляжок-то, погляди какое. Ой, загляденье. Позагорать вылази. Блин, засел он там. Ничего, мы... О! Вышел. Твою мать. Не вижу кусты там. Я и первый раз попал, значит. Бам, мимо. Всё, надо в голову убивать его. И квест закроется. Есть. Хорошо. Как же приятно, удивляет. Даже выходить не надо. Выживать с локации. Если я квест выполнил, это же не значит, что здесь ботов больше нет. Приятно, при... Приятно это чувака. Приятно удивляет ВПУ. Вполне адекватная пушка на этом патроне. Ах, а у меня руки устали. Вот чёрт возьми. Мировица. Попал, не попал. Не, не вариант. Сейчас, когда я здесь на выступе попялюсь. Он понял, откуда стреляют, но не видел конкретно откуда. Так сказать. Ну вот, мозжах. Руки, зараза, быстро устают. Ты, ну а чё я его там бучить-то буду? Нафиг, ладно. Я тогда пошёл отсюда. У меня в любом случае не по пути. Не буду кемперить. Кто сбегает своей жизнью. По ЧВК мы ещё настреляемся просто вдоволь. Будет ещё огромное количество квестов с убийством ЧВК. На это всё ещё насмотритесь. И я ещё настреляюсь до тошноты с этими маньяковскими заданиями Тарковского стрелка. ещё там будут. Пошёл я тогда в сторону Лазурного. Так, тут наконечный оба, да. Ох, как он меня не увидел. Хорошо, что я его раньше успел. Смотри, ну. Как назвать-то это? Конечная автобусная стоянка? Терминал? Терминал, наверное. Ну как терминал? Типа вокзальчик. Конечная. Там постоянно тусуются. Боты. Там есть, что полутать. Да и вообще я все места лута обхожу как бы там не то, что обхожу, а прохожу мимо. Не потому, что я такой зазнайка. Я просто понимаю, что это Лазурный берег. Здесь довольно опасно. И что я далеко не с самым лучшим снаряжением и оружием. Так что в Лазурном мне хитрость в помощь рыбоскорость. Есть два варианта. Один через пожарную лестницу. Вон на краю здания. Бля, тут кто-то есть. Мама! Валим нахрен. Все, оторвался вроде. Там два варианта есть, конечно. Один через пожарную лестницу и второй вот где топали по дереву. Там есть обычная лестница, которая ведет на крышу. На крыше западного крыла надо выйти. Там антенна. О, выход, кстати, работает. Проход между скал. Зеленый дым горит. Все, я тогда сделаю ноги в сторону чупа-чупса его так называют в простонароде. Там вторая антенна. Тогда вторую антенну сначала. Делаем крюк подсчета и вернемся потом сюда. Да твою мать! да пошел ты в жопу! Бегать не, конечно, весело. Куда-си, сюда-си. Ну здесь экшон вообще бешеный. Возле лазурного это вообще не пройти. Лазурный, ГЭС. После локации лес такое ощущение, что берег кому-то меньше стал. Хаза на холме тут ящики же есть. О, а чё это? В чё это вляпался? Буксанул. А, пришел лутаться. У меня же рюкзака-то нет. Чё пришел-то? Сам не знаю. Ладно, мне нравится старый вариант. Лучше я пойду на Чупа-Чупс схожу. Там гляну антенну, потом через ГЭС жахну. Еще раз попробую. Скорее всего они уже уйдут оттуда. метеостанция программа по курсу. А, вон она, видно. Вот туда мы сейчас и двинем незаметно. Хуба-джа есть. Еще один, что ли? Точняк. Вокоп, вокоп. Ах ты. Вокоп. Вольно. Все, зашибись. Сейчас антенну глянем и пойду отсюда. Лутать ничего не буду. Слышу там стрельба на ГЭС. Так, чисто по карманам похлопаю, пацанов. А внутри в этом здании есть вообще вкусняхи. Там есть и картотеки, сейф, компьютер. Готово. Подзадача выполнена. Одну антенну обнаружили. Что там еще? Спортивная сумка, медицинская сумка. Есть там что полутать, но у меня рюкзака нет, да и задерживаться я, если честно, не хочу. Можно Ксюху забрать у него. Мой магазинчик мой любимый. О, красота. блин, до сих пор стреляют. А жаль. А жаль. Это если я по дороге сейчас пойду, то мне пробьется через Норвенский, через заправку. Блин, там очень там открыто. Бесково. Лучше, наверное, через ГЭС тогда пойду. Там постараюсь проскочить. Либо через территорию ГЭС самой, либо через дорогу перемахнуть можно. Главное, чтобы эти гады уже все там забрали, что там надо им и все и пошли оттуда. Стрелялись там и снайпером стрелялись, и дробовики шмаляли. Вот с какой стороны они идут? Вот это вот интересный вопрос. Куда они пойдут дальше? Сюда? В сторону Чупачупца? Или наоборот в сторону тоннеля? Слабенький патрошек. Калибр зато хороший. Тут на мосту есть танк. Под танком тайничок можно будет глянуть и как раз послушать, что там происходит. Куда они, в какую сторону. Если здесь тишина будет, то значит, они здесь где-то заспавнились на этой стороне и побежали назад в одну сторону локации, да? Ага, опять трасс, вон он. как неудачно-то я вышел. ты же не будешь меня преследовать, ты же по своим делам пойдешь. сейчас как пролетит в жбан вот в такие моменты жутковато становится. здесь ребят. Держи. А вон, на камнях. Ну и пошел в жопу. Ядреный корень. Придется тогда педалить мне через Норвенский что ли? Ууу, блин, беготни-то иди, твою мать. ЧВК на каждый квадратный метр, блин. По 10 штук. Чуть и надо-то отмели. Че вы все тропинки-то мои? Поперезакрывали. Душат, гады, душат. придется через заправку. Если он меня там не будет преследовать, конечно. Ой, мать твою, на Норвенском-то санитар, походу. Ах ты, бляха ты, муха. Он за мной пришел, прикинь. Твою мать, и гранаты нет. Я того родственник. Ну че тебе надо от меня? Отвали уже. Че он там, засел в засаде или ушел? Блин, с заправки бежит бот. Точно бот. Шуганулся. Ну твою ж мать, нас... Ну куда... Только я могу, наверное, в такую жопу залезть. Норвенский санитар. Вот и на открытой местности, там на заправке, так что не пробежать. И на скалах, возможно, этот черт сидит. Че делать будем? Как было бы хорошо сейчас тебя подстрелить и пойти дальше по старой тропинке, через ГЭС. Я здесь не хочу лазить на открытой. Тут же все видно прекрасно. Легкая добыча для снайпера. Танковать тогда эту скалу буду. Была не была. Ух ты. Нашего завалили, говорят. Там кто-то ботов кошмарит. О, бля, точно туда нельзя идти, надо здесь вылазить. Пошел ты. Или он не по мне? Не, не по мне вроде. И этот куда-то делся. Мне нравится такой расклад. Все, я понял, пацаны. Ну, в сторону Чупика он выдвигался с ГЭС. Это значит, у него выход в стороне КПП или где-нибудь к дороге на таможне он поскакал. Значит, он ближе к выходу пошел. Либо на Чупик меня искать пошел. Главное, он здесь не сидит за скалой где-то. Блин, аж сердце в пятки ушло. Я вырвался из этого капкана. Ошалеть. Вот это везение. Так, тогда через ГЭС. Вот он танк, вот он мост. Вот он тайник. Такой в приметном местечке мимо точно не пройдешь. Не то, что где-то в кустах. О, АК-104 пойдет. И патроны к нему, слушай. На Хантер у меня патронов нет. Так что я вот сюда и сейчас закину патронов. Все, сшибись. Это будет все лучше, чем с Хантером. Херовенький, конечно, патрон УС, но ничего страшного. Это лучше, чем ничего. Для ближней дистанции будет за то, чем отмахаться. Годится. Годится. Теперь давай думать смотреть и еще раз думать и слушать. Мозги на стене тут ничего смотреть ни с кем воевать. Нафиг. Мне просто перебежать надо этот канал. О, ну точно мой кореш. Значит, они на этой стороне где-то заспавнились, как пить дать. подбитая крыша. Отсюда стреляли примерно. Скорее всего, так и есть. Скорее всего, тут заспавнили. Да и ладно, пофиг мне, где он заспавнился. Главное, что он в ту сторону побежал. Попытка номер два. Автомат у меня, правда, без глушителя, и это может выдать мою позицию. Кто тут новенький? Есть кто? Подскочил? Кто нет? Губля, бутер. Нормально. О чем-то задумался, замечтался. О прекрасном задумался, блядь. Не услышал, как я подошел. Все, меня никто не слышал, меня никто не видел. Слышал я выстрелы где-то примерно на парадке. С дробовика, возможно. Возможно. В западном крыле никого не будет. А давай посмотрим ботов. Один бот в принципе еще терпим, вот двое, когда двоих убил, уже что-то посмотреть прям. Я же никого не шумел. Меня никто не видел, не стрелял по мне никто. Вряд ли сюда внимания будут обращать. с мосинкой. С мосинкой пехотной. Пехотной. Блин, я бы мосинку забрал. у меня сейчас жопа квесты какие будут тарковский стрелок. Мне удобнее будет с пехотной мосинкой там лазить. Автомат сюда. Мосинку сюда. О! Падет. полная. Второй чё скажешь? Хантер. Да ну такой же типчик, которого я подстрелил на чупа-чупсе примерно. не удивлюсь, если это один и тот же бот, то есть зовут его точно так же, как и кого. Ладно, давай ещё раз. Да тихо вроде нет никого. Идите, лутайте восточная, я пока здесь дела свои сделаю. Прямо отсюда можно на крышу с этой лестницы выйти. Вот так вот. И в конце этой крыши вон антенны. ээй, ещё кто-то бегает. Готово. Подзадача выполнена, говорит. Значит ли это, что мне нужно выжить и вытес локации? Точно, надо выходить. Блин, надо выходить. Энергии 10, что-нибудь сожрать бы не помешало. А тут хрен куда поскакал. Тут не спрыгнуть никуда. О, ящик оружейный лежит. Лежаночка снайперская такая. Ладно, шаги были в сторону восточного крыла. Либо административки, что хуже. Будем надеяться, что он не залутанный, он будет бегать, смотреть еще скорее всего либо бот, либо челобот какой-то. Смотри внимательно, там лутайся, а я пока пойду на выход. У меня проход через скалы, выход работает. Потому-то туда я и поскакал. вон дымок зеленый. Вон там у меня и выход. Но он зараза очень открытый такой палевный. И ботов здесь нет, не заспавнили. А значит кто-то тут лазит. Возможно. Возможно. сейчас боты так спавнятся криво, что хрен его знает. Может и нет тут никого. Что такое? Ой блин, прям на выходе. У меня же энергии нет. Прискнем. А вот он. понял братишка, не базарю. Вот тебе и спрашивали, получайте. Вот тебе и дикий. Ух, падла, блин, придется обходить его тогда. Я с той стороны никак не выйду. Там откровенная палева. Точно подсо ух, Где ты, зараза? Как досадно Целый квест на кону Долго я его выполнял Вон он, выход уже Все Сейчас я с голоду начну сдыхать И энергии И гидрация 15 осталась Гидрация, хрен с ним Хватит на гидрацию Вот энергия, вот это хреново Ну как не вовремя Ай, никакой печеньки Может травки пожевать какой я хреново знаю Водиться из реки на пицце Энергии Землы Впитать в себя Да ёб Апонский бог Чувака ещё один Да вы чё, откуда вы все тут берётесь-то? О А он не хочет воевать Смотри, он ушёл По своим делам, чё вы кашля Чё вам тут мёдом помазано, что ли? Блин, все на этот выход щемятся Вроде таймер не красный Чё вы уже газуете, все на выход Все квесты гмутят, что ли? Ой, блин, всё у меня начинается уже Смотри, всё тело красное Вазелин поможет, не поможет Нифига Походу, отпустил он меня Не стал ввязываться, блин Зашибись Рискую, рискую, конечно Но выбора у меня нет Я сейчас до других каких-то выходов Точно не дотяну Искать жиротво это Последнее, что сейчас Выиграет Это надо будет мне в лазурный внутрь заходить Не хочу, не хочу Не убивайте, пацаны Не убивайте Всё, я выжил Фу, зашибись Вот это движение, конечно, наворотилось Офигеть, столько беготни От одних к другим От других к третьим О, ничего, главное, всё получилось И факт сварился уже, пока ходил Больше пока заказать не буду Добришка, конечно, немного пронёс Но зато сделал Хорошие квесты Тарковский стрелок И сигнал, часть первая Это значит, что Правильно Я сейчас, значит Смогу апнуть Двадцатый уровень А вместе с этим открыть ещё кучу всяких возможностей. Сигнал, часть первая. Завершить. Сигнал, часть вторая. Ой-ой-ой, центральные процессоры-то нет у меня нифига. Да, я вентиляцию сделал, платы свои с галками все потратили. Ладно, платы это не проблема, мы их можем сварить в убежище, а вот насчёт центральных процессоров придётся попотеть. За центральными процессорами пойду в рейд. Заслужить третий уровень отношения у прапора свой человек. Понял. Ой, 109 очков всего до 20-го. А, я же Тарковский не сдал ещё. Завершить. Ох, мать, сколько у него квестов открылось там. Визит вежливости, дом председателя. А, ну это тоже на берегу. Всё, понял, сделаем. Три флешки в рейде готовы, получите, заберите. О, здорово. Как хорошо, когда знаешь наперёд, чё надо будет по квесту. Ну и Тарковский стрелок, часть третья. Убить трёх бойцов ЧВК с расстояния менее 25 метров. Из болтовки. Ну ты, изверг-ягерь, конечно. Начинаются жопные части Тарковского стрелка. Итак, можно торговлю наладить с ним, и второй уровень откроется. Топливная присадка проканает? Проканает? Говно вопрос. Ой, мать, ой, мать. Холодильник хотел я себе выменять у егеря. Хорошая штука. Правда, жертвы для бартера у меня не густо. Но ничего, сейчас выкупим всё, что надо. Терапевт третьего уровня тоже у меня. Теперь из-за того, что я двадцатый апнул. Вещевой кейс. Маленький, правда. Ну, квестовые предметы туда в аккурат складывать. А то они у меня по разгрузкам, по бардаку валяются. В любом случае, пока нет денег на него. Вот и механик второго уровня подъехал. О, смотри, тут прелести какие. О, ящик, смотри, какой красивый. Тринадцать биткоинов. О, шалеть. Я представляю, какая у него стоимость сейчас. Готов. Магазин шестидесятник. Сразу ещё один. Поставлю вариться. А хапка дров и плов готов. И верстак улучшить. И пару дрелей. Тема. Три часа. И в верстаке ещё можно будет кучу добавить. Докупаем освещение. Провода. Конденсаторы. Шесть часов ждём. Тушёнку на родину. Блин, я забыл. Вообще, у меня тут, оказывается, срок хранения истекает. По страховке от прапора с предыдущих рейдов. Смотри, у меня тут как раз снайперки. Годнота. Пойду за Дикого. Пойду на развязку и буду смотреть компуктеры. Сварить в убежище нет возможности. Центральные процессоры. Поэтому придётся тащить на себе. Дикий в помощь. Только покупал конденсаторы, блин, мои сванились. Вовремя, конечно, вовремя. Так. Спички. Хо-хо-хо-хо-хо-хо. Четырнадцать тысяч за спички. Это чё за спички там такие? Варим. Два красных. Остало твоё время, братишка. Поехали на развязку. Всё, я понял. Кто это? Блин, это челобот, что ли? Эй, челобот. Я думал, это чувака. Нужно было пообщаться, попробовать. Зря я, конечно, поскакал на шифте. Надо было спокойно идти пешочком. Прости, придётся воевать. О, вон ещё один. Ты не один тут? Или это бот? Это бот. Ой, блин. По-моему, моя песенка спета. Да чё ты, блин? Обижается до сих пор, смотри. Ну давай общаться. Блин, и эти поприскакали, уроды. Тут ненасытные-то, а. О, мать твою! Всё, кровотечение сильное открылось. Э, уже лутать смысла нет. Ну, бляха-муха, чё так-то, а? Чё ж я поторопился? Чё ж я шмальнул-то по боту? Ладно, пусть думают, что я сюда свалил, а я сейчас... Хэтрый... Ход сделаю. Мне попробовать можно выскочить. Там нет, по-моему, прохода. Не помню, блин. Сам путаюсь у этой развязки. Вот здесь сейчас попробую выйти. А, фиг, вышел. Блин, пасут уже. О, я завалил его. Я завалил его. Ой, братишка, дай, пожалуйста, жгут или чё-нибудь. Человод, смотри, битком набитый. Ну, не поверю, что у тебя нет медицины. Давай. Давай, быстрей. Бинт-аптека падёт. О, всё, живём. Сейчас вылечимся. Нормально всё будет. Ну, либо так. Зовём тогда старшего брата. Граната, магазины, аптечки. Автомат, патронов запасных. Развязка, день. Страхуемся. И поехали за центральным процессором. Не буду нигде лазить, чисто компы буду смотреть. Раз меня в такой жопе заспавнило, тогда... Воле выскочу. А, нет, я здесь воле не выскочу. Меня здесь боты не пустят, да? Я, когда квесты с ботами делаю тут на развязке, обычно я через вот эту парковку захожу. Под Олли, которая. И тут как пить дать? Один или два бота есть. Иногда даже больше. О, есть кто. Какую гранату тут... Твою мать. Ты чё творишь, козлина? Как он не под... Как? Нифига, вот это повезло мне. Фартовый гад. Блин, сзади что ли подскакивают. Нет, это наверху. Тормози, братишка. Ты чё такой наглый, смотри. Да, это наверху возня. Всё, блин, не работает вверх. Мне надо теперь... Мне надо теперь... О, я тогда пойду... Точно, я тогда пойду на кассы Гошана в центр. Из кассы Гошана как раз там можно будет административку Гошана, потом в административку Оли заскочить. Точняк так и сделаем сейчас. Поехали. Поехали. Я понимаю, что здесь новичкам заблудиться вообще как делать. Я сам тут, если честно, уже сколько отбегал, до сих пор заблудиться могу. Но такая игра тарков. Надо исследовать, ходить, ходить, ходить и всё. С опытом придёт обязательно. Рано или поздно будете знать локацию. Тарков – это не та игра, где самая большая карта, как этот торговый зал Гошана. Может быть, сама по себе карта не самая огромная локация. Но учитывая, что на ней несколько уровней... Это здания. Это коридоры, кабинеты. Парковки, этажи. Тут побегать придётся. Никакие гайды, никакие ничего он... Не зароляет. Надо самим изучать. Ну дай процессор. Пожалуйста. Узко. Во, блин, деревня. Да, компьютеры-то всё. А, вот он. Тоже пусто. Ничего. О, вот он, красавец. Хорошо. Один есть. Ещё один, и можно домой. Я же сюда за процессорами пришёл, правильно? Правильно. Ой, зря я, наверное, сюда я не пойду. Там через эти бутики в Манал я ходить. Я лучше вернусь на кассы и оттуда в воле чухну. Так и сделаю. Я на другой стороне, на противоположной такой же двери. С той двери выходишь и прямо идёшь. Просто я там вдоль полок ещё петлял в торговом зале, но ничего интересного не нашёл. Ничего интересного не происходило, поэтому я вырежу тот момент. Чтобы не затягивать. О, вот этот магазинчик я люблю. Давай перезарядим его. Нравятся мне вот эти вот магазины. Они классные. Даже больше, чем в шестидесятнике они мне нравятся. Лёгкие. Эргономичные. И патроны проверяются более-менее точно. И быстро. Ну что тут у нас? Кабинетики, шмабинетики. Сейчас попялимся. Опа. Порнадим. Плотать не буду. Сам полез по сумкам. Охранка. О, в этой комнате, кстати, можно выключить сигнализацию. Потому что питание подали, по умолчанию сигналка начинает срабатывать. Сухарики. Вырубим. Мне не сложно, пацанам там приятно. Кто под сигнализацией лазит. Кто-то лазит, что ли? А, нет, стрельба, верьма. Охо-хо. А блоки питания сейчас в цене. Давай. Давай мне осторожать под них. Да такая, этот, выкину. О, готово. Тетрис грёбаный. Во. Я выиграл. Как раз место для процессора. Нормалёк. Хотя можно и РП сожрать. Вот ещё компьютер. Если здесь сейчас не найду процессор, а мне почему-то кажется, что я его здесь нихрена не найду сейчас, то я пойду в Олли. Всё-таки придётся мне в Олли сходить. А, подожди. Там есть пару комнат компьютерных в Олли, если с заднего двора заходить. Если мне память не изменяет, там прям смачные такие есть комнаты. Блин, чё ж я сразу туда не пошёл? Если там никто их не расковырял, эти компьютеры, то там велика вероятность того, что я найду то, что мне нужно. Процессор и, может быть, ещё платы захвачу. Одну плату бы ещё было бы, ну, вообще идеально. Один процессор, одну плату. Так, это я в Олли на кассу выхожу в Олли примерно. Ой, нет, я тут не пойду. Там питание подавали, возможно, аптеку. Ждут, пока вскроют. Там из эскалаторов обзор прям прекраснейший. И выходишь прям в открытую на кассу, так что нет уж, нет уж. Как тогда сделать? Как тогда сделать? Ну, тогда, как и планировал. Есть тут один лаз, правда, придётся прошвырнуться крюка, дать, но времени у меня вагон и маленькая тележка. Главное, чтобы там никто не присосался уже к этим компьютерам и не повытаскивал всё, что мне нужно. А он гидрацию даже не уменьшает. Жрём. Тут я был. А, ну да, курка висит, сумка лежит, компьютеры лутаны, точно. Блин, чёрт ногу сломит в этих коридорчиках. Пошли через задний двор, тогда обойдём сейчас. там есть пару комнат. На них вся надежда остаётся. У меня выход прямо здесь, на МЧС. так что мне выходить здесь совсем близко. Вот она, первая комната. Компостерная. Вуу, смотри, тут офис целый. Офис, конечно, большой, компуктеров не так много, но зато здесь две комнаты вот такого плана, такие open space типа. Ну чего, ну чего, куда компьютер это дело? О. Есть. Всё, можно валить нахрен. ну дай плату. Плату. тут близко очень комната вторая. А, она открыта. Блин, тут лазил тут что-ли. Ну неудивительно. Боюсь, что здесь кто-то... не, нифига, сотри, флешка. Что я забагована? Прилипла. Флешку в труханы. ЦП туда не можно. Есть ещё компуктер. Ну плату одну всего. Давай, давай. Блин, там зараза в торговом зале кто-то шмаляет. Нет, ни хрена. Ну всё, я не буду тогда. Я пришёл сюда за центральными процессорами. Плата я могу сварить в убежище. Ой, нет, открытый ящик, двери открыты. Всё, нафиг манал я. Мне всё, что нужно от этого рейда это два центральных процессора. Центральные процессоры нашёл? Нашёл. Всё, ввали отсюда. Вот этот вечный соблазн что-нибудь ещё вон там посмотреть, вот здесь посмотреть. Вечно всю малину басры. Всё, благо, что у меня выход здесь рядом. Сейчас немножко оглядимся. Главное, чтобы Ким Педрис какой там не сидел. От ботов, если чё, убежим. Ну, или отстреляемся. Вроде тихо. Вроде бы тихо. Но таймер ещё не красный. Можно выходить смело. не, ну это, я пришёл за процессорами. Процессор я нашёл. Хороший рейд. Отличный рейд. Сварился порох. И я сразу тогда заказываю платы. Две штуки можно. Плоская отвёртка и DVD-привод. Поехали. Вот, тут две сварятся платы. И потом ещё две закажем. И всё, издадим квест. Получай, процессоры. Всё, самое сложное в этом квесте выполнено. Печатные платы сейчас, это вопрос времени выполнения этого квеста. Тупс Дилентери у меня магазинчик сварился. И ещё один можно заварить как раз. Мне нужно будет три магазина на 60 патронов для автомата Калашникова по квесту для прапорщика. Скоро этот квест вытряхнется. И как раз я планирую следующие дни сходить в рейды на таможню, поделать для прапора, для терапевта квесты. У меня теперь крайней необходимости выполнять квесты какого-то конкретного торговца нет. Надо просто качаться, фармить опыты, бабки. Блин, у меня оказывается был ещё один, а я зарядил там. Ладно, продадим тогда этот. Я же выносил из рейда один 60-ник уже. Ну, настало время ещё одного интересного приобретения. Блин, а хавчик-то бартерный какой-то дорогущий. Но зато теперь если будем в рейдах это находить, будем продавать. И вот эту красавицу СКСочку хочу себе собрать. Она уже давно у меня лежит. С награды по квесту её соберу. А, вот она. 71 доллар. По нему же поиск, например, Fastfire база 16 долларов. И по нему же по связи компактный коллиматор и вот Fastfire 160 долларов. Блин, дорогой. Ну ладно. Ну, интересный. Во как. Оптика. Обычный ПСО прицел. А, ещё фонарик забыл. Всё, готово. Сейчас патроны накину, покажу, чё как. Опачки на ближнюю дистанцию. Опачки на дальнюю. Красота, да и только. Близко выходит чувака-то такой. Тупо минус 2 дал сразу, видал? Нормально, нормально. Вот такая волына. На этом выпуск я заканчиваю. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск понравился. Всем удачи в выполнении квестов прокачки убежища. Лютого хабара вам и удачных рейдов. До следующих выпусков. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова